МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год назад мы уже рассуждали о том, какие риски могут активироваться в августе или примерно в августе 2019 года. И возникла очень любопытная ситуация. Давайте вспомним, о чем говорилось тогда, ровно год назад. Итак, в качестве рисков августа 2019 года, опять же, говоришь, август – вещь условная. Дело не в буквальном совпадении неких событий с августом. А просто мы имеем его как некий потенциальный триггер запуска всевозможных проблем и неожиданностей, которые в современном мире принято называть черным лебедем. Итак, мы тогда называли, во-первых, срыв торговых соглашений между США и Китаем. И, соответственно, угрозу валютной войны как результат этого срыва. Во-вторых, проблему с уходом иностранных инвесторов с российского рынка. В-третьих, расширение санкций. В-четвертых, отсутствие мирового экономического прорыва. В-пятых, возможные проблемы с курсом рубля и его падением. И, наконец, отсутствие экономической стратегии дальнейшего развития. Забавно, забавно, конечно, в кавычках, но то, что все эти проблемы в той или иной степени за истекшие с тех пор 10 месяцев мы в полной мере на себе ощутили. Пройдемся по новым рискам, привязанным потенциально к августу 2020. Во-первых, история с рублем. Рубль по 100 рублей за доллар. Вот эта версия звучит все чаще. Она, собственно, звучит, начиная с марта. И является поводом для выпуска многочисленных материалов, постов в соцсетях и, тем более, видео на ютубе. Половина секрета, конечно же, заключается в том, что если вы сделаете видео с заставкой 1 доллар равно 100 рублей, то гарантированно соберете десятки тысяч просмотров. Кстати, давайте проэкспериментируем на этом сюжете, на эту тему. Поэтому многочисленные VT, конечно же, любят так или иначе спекулировать на этой теме. Плюс добавим огромное количество армагеддончиков. Впрочем, по ним мы много раз проходились. Куда важнее выяснить, насколько вообще вероятны сюжеты, при которых рубль резко обесценится. Я полагаю, что мы всю вторую половину 2020 года будем видеть плавную девальвацию рубля. Однако сюжет с резкой девальвацией полностью не исключен. Я думаю, что в большинстве случаев это может зависеть, во-первых, от нефтяной ситуации в целом и от того, как будет складываться ситуация с российским бюджетом. Вот на стыковке, собственно, нефти и российского бюджета и может быть принято решение или состоится некая экономическая реальность, которая резко подтолкнет рубль вниз. Самое главное, я думаю, заключается в том, что нефть и газ должны сходиться с управляемостью бюджетом. Российская власть, хотя резкая девальвация явно не входит в ее желаемые сценарии, более того, относится к сценариям, если невозможным, то как минимум самым крайним. Российская власть пойдет на девальвацию, если бюджет не будет сходиться по нефтегазовым причинам. Других источников хожайки бюджета в России вследствие всеобщего мирового кризиса и конкретной ситуации в российской экономике не осталось. То есть мы по большому счету возвращаемся вот к этой прямой корреляции между сырьем и рублем. Эта корреляция была во многом уничтожена Банком России. И более того, минувшей весной, в самый пик чудовищной ситуации на нефтяном рынке, Банк России очень, кстати, невеликими интервенциями, исполнением бюджетного правила сумел удержать рубль в вполне таких эмоционально-экономически нормальных пределах. Но возможности Банка России, если ситуация с нефтью станет аховой надолго, конечно же, не безграничны. Более того, я думаю, что он получит прямой запрет на слишком серьезное использование накупленных резервов для поддержания рубля. В этом случае сценарий упавшего рубля, я не скажу, что речь идет обязательно о 100 рублях за доллар, но сценарий резко упавшего рубля все-таки не исключен. Почему август? Потому что я думаю, что к этому моменту как раз накопится достаточный срок, чтобы понять, в какую сторону идет ситуация на нефтяном рынке и общемировом масштабе с точки зрения развития мировой экономики. Потому что глобальная рецессия или второе дно, это, конечно же, нефть на минус. И тогда этот сценарий именно в августе может быть вполне не то чтобы реализованным, но свалится нам на голову сам по себе. Риск номер два. Примерно в этот период начинается глобальный кризис углеводородной экономики. Понятно, что после такой резкой, очень радикальной весны на углеводородном рынке, мы увидели, что ОПЕК+, судя по всему, во многом под влиянием испуга, что же мы наделали, ну скажем так, с большей легкостью находит компромисс в своих решениях. И между РИАДом и Москвой явно наметилось большее понимание, хотя, конечно, теплые отношения вряд ли удастся вернуть вообще. Тем не менее, есть другая вещь, другая мысль, которая часто звучит сегодня у многих аналитиков о том, что, к сожалению, наверное, для сырьевых стран от ОПЕКа, в общем-то, ничего сегодня уже не зависит. И как в последние годы не столь предложение, сколь спрос определяло цены на нефть, так и в ближайшем будущем эта тенденция может только усилиться. Таким образом, при сценарии, плохом сценарии с точки зрения развития мировой экономики, никакие решения ОПЕК не удержат нефть на приемлемом для российской экономики, для российского бюджета уровне. И более того, я думаю, что, как ни странно, возможно, когда-нибудь в учебниках из истории будет написано, что вирусный кризис 2020 года стал спусковым крючком заката углеводородной экономики. То есть той идеи, которую мы слышим уже лет 40, и особенно активно последние лет 20, но мы как бы воспринимаем ее как некую абстракцию в будущем. И я лично, как и многие, наверное, относился всегда к числу людей с пониманием, что углеводородная экономика, нефтяная экономика, газовая экономика из Сирии проживет дольше, намного, чем моя жизнь. Поэтому зачем мне собственные деловые, собственные финансовые или собственные инвестиционные планы как-то коррелировать с этой идеей, что рано или поздно углеводородная экономика кончится. Но, возможно, все окажется куда более быстрым, куда более резким, и именно кризис 2020 года подтолкнет к выходу из углеводородной, как это принято говорить, парадигмы. На эту тему, кстати, появились такие очень глобальные аналитические размышления в некоторых западных деловых изданиях. И важный момент, что вот все те проекты, скажем так, альтернативные углеводородам, такие как Тесла, такие как создание электромобилей на заводах классических автопроизводителей, и такие как энергетика ветра, возврат к идеологии гидроэнергетики, то, что девочка Грета на форуме в Давосе вещала окружившим ее взрослым мужикам. Вот это все может перестать быть абстракцией. То есть это получит новый толчок, новый драйвер к развитию. То есть вирусный кризис может оказаться драйвером к развитию этих направлений. А когда альтернативных проектов, которые, конечно же, не воспринимаются как нормы нашей жизни, становится слишком много, то рано или поздно все по Гегелю. Все количество переходит в качество, и вдруг, незаметно для себя, мы оказываемся в реальности, где углеводороды уже не правят балл в экономике. Я понимаю, что это кажется таким гипотизированием, таким выстраиванием неких абстрактных идей, но на наших глазах, например, умерла проводная телефонная связь. Она попросту закончилась, как сколь-либо развивающая, не то что развивающая, а даже стоящая на месте отрасль инфраструктуры. И вероятность, что на наших глазах может кончиться и нечто более глобальное, она хоть и мала, но все-таки есть. Я тоже полбака слил. Еще один риск, который мы можем увидеть в районе августа, тем более сентября 2020 года, это вирусный кризис номер 2. Версия, которую в том числе говорят вообще в отрыве от экономических каких-либо соображений, предположений и прогнозов, которые говорят просто врачи или специалисты по тому, что сейчас называется вирусологией, о том, что коль скоро радикального, эффективного способа лечения коронавируса нет, то он либо, а, вернется в полном объеме после того, как в северном полушарии пройдет лето и начнется похолодание, то есть установится температура более благоприятная для его продвижения, либо он мутирует, условно говоря, из COVID-19 в COVID-20, в COVID-21 и так далее, и так далее. И ситуация весны с остановками, карантинами, гигантскими падениями мировых и страновых объемов производства может повториться и окончательно закопать мировую экономику на другом уровне. В этом случае, понятно, по цепочке кризис на углеводородные поприщи уже точно будет неминуем, и ситуация с рублем, о которой мы говорили, о первом риске, скорее всего, включится мгновенно. Трудно рассуждать об этом моменте, потому что здесь, наверное, нужно быть либо биологом, либо обладать доступом к более широкой информации, но что пока напрягает? Мы с вами радостно выходим во всем мире, и в России, тем более из карантина, и как бы спадает нервозность, спадает вот ощущение влияния вируса на нашу жизнь, но при этом, глядя на цифры, мы видим, что, во-первых, в России сегодня четверть миллиона инфицированных коронавирусом. В тот момент, когда мы остановили экономику и ударились в такую общую панику, и в максимально жесткие полукарантинные меры, их было порядка 20-30 тысяч. И получается, что мы с вами становимся невольными участниками такого социального парадокса. При 20-30 мы видели явную угрозу и были готовы изменить ритм своей жизни и своей экономики, полагая, что угроза того стоит, а при 250 мы говорим, окей, мы начинаем нормальную жизнь. То есть, как бы мы не избавились от проблемы, мы перестали ставить ее во главе всего нашего обоза. Это поперек лошади, поперек телеги и поперек всего на свете. Означает ли это, что проблема вируса снята? Конечно же, нет. Впрочем, эта тема, наверное, уже выходит за пределы интересов нашего видео. Но следует иметь в виду еще несколько факторов, и это видно из открытой общемировой статистики и вирусного мониторинга. Мы сегодня видим несколько новых, мощнейших, масштабных очагов распространения. Если на первом этапе это был Китай, а затем Европа, а позже включилась США и Россия, то сегодня мы видим, что Индия набирает огромные объемы в плане количества инфицированных и вырывается уже в топ-5 стран по объему инфицированных. А Бразилия после периода довольно такого относительно спокойного развития вырвалась чуть ли не в мировые лидеры, и сегодня там более полумиллиона инфицированных. Если учесть, что некоторые соседствующие с Бразилией страны, например, Перу, тоже становятся очагом огромной вспышки коронавируса, ну, скажем, для сравнения, Перу это не самая большая страна с российской точки зрения, с точки зрения нашего привычного восприятия, даже, в общем-то, небольшая страна. И теперь представим, что там 200 тысяч по официальному мониторингу зараженных. Когда в Китае было 70 или 80, мир бил тревогу. Вполне возможно, что Южная Америка станет как раз-таки очагом вируса номер два, того вируса, который ударит по нашей жизни и по экономике уже осенью 2020 года. Такая вероятность тоже есть. В районе эпидемия. Поголовные прививки. Идем далее по, условно говоря, августовским рискам. Еще один риск, на мой взгляд, лежит в области, уже набивших оскомину, торговых отношений между США и Китаем. Мы видим, что нервозность 2020 года с точки зрения информационной активности, угрозов взаимных запретов, прежде всего, конечно, с американской стороны, она абсолютно сравнима с 2019 годом. И есть мнение, что это некий информационный дым, информационная завеса. И на самом деле обеим сторонам некуда деваться от торговой сделки Трампу, потому что это его главный козырь в скорой выборной кампании. А Китаю, потому что, ну, Америка, в общем-то, в определенных моментах держит Китай за очень уязвимые места. И чтобы не потерять доступ на американский рынок, Китаю все-таки придется соглашаться на подавляющее большинство американских постулатов. Это завеса. Завеса продлится все лето и потихоньку сойдет на нет, возможно, вместе с выборами. Да, такая вероятность есть. Но все-таки существует риск, что торговое соглашение останется бумажкой, более того, бумажкой уже забытой, и торговая война вступит в новую фазу. Вероятность того, что господин Трамп не будет на 100% держаться за главную красную нить своей выборной кампании, мол, я привел весь мир, заставил весь мир принять более справедливые торговые условия в отношениях с Америкой, а просто переобуется в воздухе и объявит, что он приводил к этому мир, но мир ужасен, непослушен, энтропичный, и поэтому Америка становится с экономической точки зрения осажденной крепостью, и вообще война на все фронты, и валютная, и торговая, и так далее. Ну, скажем так, глядя на личность господина Трампа, я думаю, что ни один из нас не сможет исключить эту вероятность. В этом случае с августа 2020 года может начаться новая серия торговых войн, причем такая, на фоне которых, с учетом выборов, опять же, на фоне которых все, что мы видели в 2019 году, покажется просто детским лепетом. Понятно, что это будет означать жуткие перекосы экономики, господину Трампу будет открыта возможность свалить некоторые экономические проблемы на вот эту ситуацию глобальной торговой войны, и, опять же, удар по углеводородам и косвенно по рублю. Эта вероятность также сохраняется. Я буду воевать с вами всерьез. Начнем завтра? Или, может, с понедельника? Ну, давайте с понедельника. Еще один потенциальный риск, собственно, находится в самих Соединенных Штатах. Мы уже видим, ну, как бы такие выплески этого риска в виде массовых протестов, которые пошли по всем штатам. А с учетом вот всей сорванных сценариев развития Трампа, с учетом, опять же, тех же выборов, это может означать, что Соединенные Штаты ждут очень мощные политические потрясения. Я полагаю, что в самом радикальном варианте можно, как вот мы говорим о потенциальном конце углеводородной эры в мировой экономике, можно будет говорить о потенциальном конце партийной эры в американской политике. Мы видим, что демократическая партия, по крайней мере, на сегодня, неявно исчерпала какие-либо запасы кадровые резервы, запасы харизмы, запасы лидерства. Но если мы обернемся на правящую республиканскую и сделаем такое нехитрое упражнение «республиканская партия минус Трамп», то вдруг выяснится, что у республиканской партии тоже самое полное отсутствие какого-либо кадрового резерва. И в свое время один очень резкий американский президент, чем-то похожий по стилистике управления, по личной харизме на Трампа, это был Теодор Рузвельт, после того, как отбыл два срока, оставил Белый дом на своего человека, господина Тафта, и уехал в Африку охотиться на Львов, приехал, увидел, что все в беспорядке, сказал, что к черту бабушке идут обе партии, организую свою собственную линию. Победить, правда, ему тогда не удалось, но прецедент, когда американская политика вдруг из привычной партийной парадигмы вырывается на уровень борьбы конкретных личностей, причем личностей во многом таких радикальных, склонных к эпатажу, он все-таки уже есть. Не увидим ли мы все это, начиная с августа 2020 года, поскольку предвыборная кампания в США именно с августа вступит в свою самую сильную и заключительную фазу. Кончатся ли протесты? Что будет с вирусом? Все это так или иначе может повлиять на такой сценарий. Но то, что господин Трамп, извините за такой русско-английский каламбур, может неожиданно выложить на стол козырь к черту партии, я сам и предлагаю совершенно новый сценарий политического развития Америки, я все-таки не исключаю. Ваша политическая крада всегда. Еще один риск, который может начаться реализовываться с августа, это риск мировой рецессии в лучшем случае и второго дна в худшем случае. Я уверен, что как раз где-то в районе августа мировая экономика испытает то, что я уже называл в некоторых видео, остаточные толчки от весеннего глобального кризиса. Остаточные толчки, поскольку ситуация на рынке труда, несмотря на позитив последних дней по статистике, конечно же не выправится. То есть по-прежнему перед мировой экономикой, перед правительствами будет стоять вопрос, как обеспечить финансовыми миллионы людей, которых мы не можем обеспечить работой. Это раз. Второй момент, это возможные дефолты компаний, которые пострадали от вирусного кризиса, которые сумели простоять эти месяцы, но как раз примерно к августу, к полугодию со времени начала падений будет понятно, что дальнейшее бизнес-существование они продолжать не могут. Вот это понимание, что множество компаний закроются или обанкротятся, оно, конечно, как правило, лежит в области малого и среднего бизнеса или в области каких-то секторальных моментов, условно говоря, гостиницы, туроператоры и рестораны. Но может быть и не более серьезные последствия, когда банки, прежде всего ведущие американские банки, могут испытать в худшем случае дефолты, а в лучшем случае заметные убытки и просадки, связанные с кучей микродефолтов отдельно взятых бизнесов. И может повториться история, по крайней мере, вероятность есть, история с Lemon Brothers, когда в результате краха малого и среднего бизнеса, казалось бы, напрямую не влияющего на фондовый рынок, падает нечто настолько большое, что запускает серьезную цепочку дефолтов и очередную ветку мирового кризиса. Напомню, что в 2008 году, честно говоря, в начале 2008 года, если бы кто-то заговорил о потенциальном банкротстве Lemon Brothers, ну, подавляющее большинство все-таки и исключал такой сценарий, что банк такого масштаба может рухнуть и подтянуть за собой всю цепочку. Однако это случилось. Полагаю, что в августе-сентябре мы можем иметь ситуацию, при которой синдром Lemon Brothers, хоть с какой-то, пусть небольшой вероятностью, но все-таки может повториться. Уже приехали? Нет. А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Еще один августовский риск лежит в сфере, которую я уже косвенно задел краешком, это рынок труда. То есть, кризис изменил рынок труда не только в том плане, что в Америке, в Европе, в России миллионы, в случае с Америкой, Европой, даже десятки миллионов людей теряют работу. Кризис изменил рынок труда в том плане, что они не могут найти работу даже при самых позитивных сценариях развития экономики. Что в нынешней парадигме они уже будут не нужны, лишние люди. Что идея вот этой автоматизации и роботизации, которая отнимет по миру миллионы рабочих мест, опять же, как и в случае с альтернативной классическим углеводородом экономики, именно вирусным кризисом будет подстегнута из серии «Ах, как интересно, ах, как здорово берет свое технический прогресс» в серию, что это уже многие компании сочтут необходимостью на случай страховки от каких-то явлений, подобных вирусному кризису. И мы имеем правительство, и мы имеем общество, которые, соответственно, получают десятки миллионов людей, которых нужно кормить по двум причинам. Просто потому, что людей надо кормить, а во-вторых, потому, что все эти люди – это часть, собственно, потребительского тренда, на котором уже много десятков лет, в общем-то, держится современная мировая экономика. Где может искать решение? Ну, во-первых, в создании систем вот этого безусловного базового дохода. Вслед за многими успешными сырьевыми странами или Финляндией, вот даже Испания, находясь в кризисе, заявила о намерении двигаться в этой стороны. Но, боюсь, что у этого варианта, конечно же, ресурс все равно ограничен и полностью этой проблемы не решит. А уж российского рынка не коснется точно. Поэтому потрясение на рынке труда, всеобщее обнищание, скажем так, среднестатистическое обнищание, обеднение населения земного шара, о котором, кстати, минувшей весной предупреждал в своем специальном докладе Всемирный банк, это один из рисков, которые могут начаться реализовываться примерно в августе-сентябре, когда инерция закончится, страх перед вирусом и кивоки, что падение спроса, падение продаж, падение объемов связано с острой фазой именно пандемии, закончится, а восстановление не произошло, потому что миллионы потребителей просто коровьи языком слезнулось с рынка. И тогда, конечно же, очередная экономическая пропасть потенциально возможна. Вы числитесь в бухгалтерии? По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. И последний потенциальный риск, который, я думаю, может реализоваться в августе-сентябре, он, конечно, абсолютно незначительен на фоне тех апокалиптических картин, которые возникают в связи с семью предыдущими версиями. Это потенциальный кризис на крипторынке. Я думаю, что где-то в августе-сентябре мы дойдем до ситуации, когда крипторынок может очень серьезно потрясти, и мы сможем увидеть либо дефолты некоторых криптовалют, либо значительное падение, например, снижение ведущей валюты на этом рынке биткоина до отметок 2-3, максимум 4 тысяч за доллар. Я не говорю, что этот сценарий является магистральным, но думаю, что мировые центробанки именно этим летом окончательно с одной стороны волей или неволей обнарудуют свой ответ на вот этот вызов появления скрытых валют, то есть свой ответ в виде собственных не скрытых, не криптоцифровых валют с одной стороны. А с другой стороны, что вот те локальные запреты, которые отдельные криптопроекты вдруг встретили за последний год на своем пути, я не имею в виду хулиганский проект Телеграма, он мне изначально представлял, что он был абсолютно несерьезный, но, например, проекта Фейсбука. Я думаю, что вот эти запреты вырастут в конечном счете в целую систему запретов. Вообще ситуация на крипторынке сегодня мне представляется, если не патовой, то цукцваном классическим, когда либо центробанки должны сдаться и вписаться в эту парадигму, либо включить административно, скажем так, полицейские меры. Полагаю, что в августе-сентябре для крипторынка может настать классический момент истины, и он может быть критичным и даже дефолтным для этого рынка. Зачем оставил часы? Чтобы вспомнить. О чем? Не помню. От себя добавлю, что мне все перечисленные 8 сценариев кажутся возможными теоретически, но далекими от действительности. Более того, как инвестор, как финансовый аналитик, я вижу высокую вероятность еще одного девятого, довольно неожиданного сценария. Сценарий этот коротко и просто можно обозначить как потенциальный бешеный взлет финансового рынка и мировой экономики. Но об этой версии, она требует отдельного разговора, мы поговорим несколько позже. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru Финверсия. В самом центре денежных потоков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова